Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы – строительная компания «Бургражданстрой». 20 тысяч тугриков и самодельные многоразовые маски для медиков. Посылка от пятиклассника из Монголии растрогала всех. А глава Бурятии поручил отправить мальчику ответный подарок и пригласил его в гости. Тем временем в Улан-Удэ четверо подростков пошли за Черемшой и заблудились в лесу. Их искали всю ночь, но история закончилась хорошо. Здравствуйте! В эфире АТВ новости в студии Евгения Геранина. И вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Это очень удобно будет и для нас, и для предпринимателей. Должно стать легче. В Гусенозерске открыли центр предпринимательства «Мой бизнес». Нас топило. Куда ей бежать? В наш подъезд. Жители Комсомольской, 35, плавают в собственном подъезде. В Николаевском. Встречали ли вы такое? Странные ценники в магазинах. Кто виноват и что делать покупателю? А начнем с того, что каждые два из трех пациентов с COVID-19 выздоровели в Бурятии. Подсчет, конечно, грубый, но цифры радуют. Расслабляться рано. 18 тяжелых пациентов все еще в реанимации. Четверо из них на аппаратах ИВЛ. От поездок в Иркутск и Читу тоже пока лучше воздержаться. Там обстановка хуже. Иркутская область опять поставила антирекорд дня. Плюс 95 заболевших за сутки. В два раза меньше в Бурятии. Плюс 48. В Забайкалье за сутки скончались еще двое пациентов с COVID-19. В Иркутской области один зараженный умер от тяжелых сопутствующих заболеваний. Выздоровели на утро 4 июня 1007 человек в Бурятии. Почти в два раза меньше в Иркутской области и 708 в Забайкалье. По общему количеству заболевших снова лидируют иркутяне. У них число зараженных перевалило за 2500 человек. Ограничения с бизнеса в Бурятии понемногу снимают. Предприниматели могут возвращаться к обычной жизни. Разумеется, прежней она пока не будет. Сориентироваться в сложной ситуации. Подать документы на господдержку или начать новый проект. Предпринимателям Гусино-Озерска повезло чуточку больше остальных. В их городе появился центр предпринимательства «Мой бизнес». Вскоре такие офисы откроют и в остальных районах Бурятии. Чингис Яхунаев сгонял гусинку и порадовался за местных бизнесменов. В Гусино-Озерске открылся центр предпринимательства «Мой бизнес». Располагаться он будет в здании администрации Селенгинского района. То есть местным бизнесменам уже не нужно ехать в УАНД, чтобы решить какие-то вопросы. И тратить на это свое личное время. Конечно, мы очень много в прошлом году говорили о том, что как это важно, дать возможность нашим предпринимателям, работающим или ведущим свою деятельность в отдаленных районах республики и вообще в муниципалитетах республики. Да, наша республика очень богата районами. Дать возможность получить эту поддержку здесь и сейчас. Не просто позвонить на телефон горячей линии, но и прийти очень на специалисту, который поможет, предповедет залпу в любое ведомство, в любой институт развития предпринимательства и такую поддержку окажет. Селенгинский район очень давно ждал и хотел, чтобы именно здесь, в Гусино-Озерске, открылся мой центр «Мой бизнес», так как очень много предпринимателей сейчас нуждаются в поддержке и лиц, заинтересованных в открытии бизнеса. Это очень удобно будет и для нас, и для предпринимателей. То есть кроме того, что мы должны помогать, все-таки мы должны еще и выстраивать отношения с предпринимателями. Потому что хочу сказать, что предпринимательство – это очень большая армия. У нас более 700 индивидуальных предпринимателей, понимаете? Поэтому 119 микропредприятий и малых предприятий – 7. Селенгинский район стал первым районом республики, где мы открыли точку присутствия центра «Мой бизнес». По нашим планам до конца 2020 года ожидается открытие таких точек во всех районах. Мы считаем, что это очень удобно, когда предпринимателям для получения всего комплекса услуг центра «Мой бизнес» нет необходимости посещать город Уолмада. Эти меры необходимы, потому что мы должны обязательно поддерживать наши предприниматели. Так что я хочу сказать всем «В добрый путь!» В помощи и поддержке уже несколько лет нуждаются жители Комсомольской 35. Все это время они страдают от затопления подъезда. В подвале – настоящий бассейн. А может быть уже болото. Проблема в том, что подъезд находится в нижней точке двора. Из-за этого каждый ливень, как непрошенный гость, входит в дом. Решить проблему самостоятельно люди не могут. Дарья Ситникова отправилась на встречу с жителями многострадального дома. В прошлом году было 10 ливней. Нас топило. Куда ей бежать? В наш подъезд. В наш подъезд и в третий подъезд. Куда ей бежать? До самой нижней второй ступеньки все было затоплено. Здесь действительно идет очень большой уклон. Вся вода отсюда как минимум стекается к 35 дому, и ей бежать уже некуда. Куда мы отвезти не можем? Налево. Ну мы налево сможем вот этот поток отвезти, а поток, который вот сюда на 35 дом будет идти, он все равно пойдет к 35 дому. Вот видите, вот видите, мешки положили, то есть они спасают тогда, когда мало ливневых дождей. А когда сильные дожди, как в прошлом году были, это все бежало в подвал. Там у нас действительно по вторую ступень, прямо это... В подъезде? Да, в подъезде. Самое главное, это полный подвал воды. Через ту дырочку, грубо говоря, да, и через там, вот в подвал, вся вода прямо фонтаном туда. Там все равно по земле так уходило маленько. Обычный дождь где-нибудь идет, моросит, ни сильный, ни ливень какой-нибудь. Мы сегодня будем везде идти, но сегодня еще ничего. Везде будем идти, полчаса, 15 минут ливень, и вот наш подъезд, вот в прошлом летом мы вот так ходили. Проблему начали решать только после вмешательства депутата Горсовета. Здесь бордюр должен быть, да, и вот туда уходяй. Как продолжение просто. Проблема только в том, что, ну как бы, ограждение мы вряд ли сделаем уже. Бордуру убрать. Они не могут сделать. Ему надо вот отсюда, вот с этого угла, вот так вот, вот так вот выводить вот сюда, как бы плавно, и вот так поехали туда. Обустроив тротуар мы, а, повысим безопасность, а, б, часть воды, которая шла в дом, она останется, и не будет, она будет идти по уклону в городскую канализацию на Комсомольской. Сейчас управляющая компания будет обсчитывать стоимость, и на следующий год мы будем это закладывать и делать. Жалуются горожане не только на ЖКХ. Недавно к нам обратились зрители, возмущенные продуктовыми ценниками. Понятно, что во всех магазинах они разные. Здоровая конкуренция – это нормально. Но в Лануде есть торговые точки, где некоторые товары конкурируют сами с собой. В ценах путаются даже продавцы. А проигрывают, как всегда, покупатели. Дарья Ситникова выясняла, почему это происходит и как не дать себя обмануть. В Николаевском, встречали ли вы такое, смотрите, помидоры на ветке красные, 169 рублей по карте. Ну, карта у меня есть. А вот и они, которые не 169, а 199 рублей. Мы позвонили на горячую линию Николаевского. После нескольких попыток и перекидывания к разным операторам нам все-таки ответили. Раньше цена по карте была больше, чем без карты. Это уже не соответствует политике компании. Возможно, оператор просто что-то перепутала. На всякий случай отправимся в магазин и проверим, прошла ли переоценка за 4 дня. Имбирь – 252 рубля. Так, ну тут бананы соответствуют. Имбирь – 263 рубля на упаковке. На ценнике написано 189. Можно у нас спросить? Я вот имбирь хочу купить, а там, получается, имбирь – одна цена, а на ценнике – другая совсем. Ну, понятно. А там по карте она пройдет. А по какой цене? Которая стоит на этой ценнике. Она пройдет по этой цене. Поменьше будет. На некоторые не заплешивали просто данные. Непонятный ценник в этом магазине не один. На некоторых товарах цена по-прежнему больше, чем обозначена на полке. Например, сливы с разными этикетками просто перемешали. Просроченная авокадо продают. Уже даже видно, что она очень мягкая и почернела. С пятницы цены действительно изменились. Правда, не на всех товарах. Мы решили выяснить, что делать потребителю в этом и других случаях. Ведь подобные ситуации бывают часто. Продавец обязан обеспечить доведение до сведения покупателей достоверной информации о стоимости товаров. Такая обязанность предусмотрена в статье 10 закона Российской Федерации о защите прав потребителей. И пунктом 19 правил продажи отдельных товаров. Во-первых, продавец здесь однозначно неправ. Здесь будет то, что в действиях продавца не будет усматриваться умысла о том, что они, скажем так, вели потребителя в возбуждение специально. По данному факту, в любом случае, если продавец отказывается, необходимо обращаться с письменными претензиями в адрес администрации торгового предприятия и указать, где предъявить требование либо о возврате стоимости продукции, цена которой была несоответствующей, либо предъявить требование о расторжении договора. Зато у маленьких горожан все было по-честному. Один лайк, один голос. По такому принципу выбрали самых-самых в конкурсе «Мир глазами детей». А все потому, что он проходил онлайн. Родители записывали своих детей на видео и выкладывали в социальные сети. Кто стал лучшим в спорте, пении и рисовании? Антон Симонов расскажет. Все мои самые светлые сны, Радуги, звезды, легенды и храмы. Радуги, звезды, кузичек, Радуги, звезды, кузичек, Татьяна, как огуречек. Сонечек, кук, мя, кук, Это шума, матьишки. Вот они, юные дарования, и их родители. Ровно неделю дома на самоизоляции они занимались спортом и пели для онлайн-конкурса «Мир детскими глазами». И все это время они ждали, кто же окажется самым лучшим. И вот момент настал. К слову, жюри было максимально беспристрастным. Когда объявили конкурс в социальных сетях, жители микрорайона создали группы в Вайбере. Туда попали родители конкурсантов. И то есть сами родители конкурсантов, они голосовали, вылаживали свои видеоролики, и родители, получается, ставили лайк. Надеялись мы, что выиграем. Но вот благодаря нашим друзьям, знакомым, мы все-таки это сделали. Нас все поддержали, мы всех благодарим за это. Мы не ожидали, просто конкурсантов было много, мы не ожидали, что мы займем какое-то место или что-то у нас получится. Но мы выиграли. Купим дочкам тортик. Мы приняли такое решение, как-то сделать, разнообразить жизнь детей, которая сейчас проходит в замкнутом круге. И мы приняли решение провести мероприятие онлайн-спартакиаду в нескольких номинациях, где дети округа приняли участие записывая свои ролики и выкладывая в группы. Онлайн-конкурс «Мир глазами детей» проходил с 26 мая по 2 июня. А приняли в нем участие чуть больше ста детей с левого берега, стеклозавода и станции дивизионная. Антон Симонов, Лупсан Суботин, телекомпания АТВ. Впереди короткая реклама и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Видео, оно абсолютно нечестное. Это любим, мы не знаем, этот корпус или не этот корпус, другого корпуса тут нет. Скандал в Сосновом исчерпан. Военные провели экскурсию в новом здании госпиталя. Уникальный вид бурятского искусства поддержали рублем. Продолжаем выпуск. Что делать с вывозом мусора из частного сектора? Простая процедура превратилась в головную боль для всех. Горожан, чиновников и регионального оператора. Накануне в Горсовете развернулась дискуссия по этому поводу. О чем еще говорили депутаты и что в итоге решили? Смотрите в следующем материале. Все-таки рассмотреть вопрос единообразный и по советскому району эти урны и мусоросборники в частном секторе. Я же не говорю о том, что вы сейчас получается начали согласиться, чтобы в железнодорожном районе, в советском районе, там, Леба, Берег и так далее, чтобы эти гирлянды висели. Так получается. Вы-то к этому призываете? Нет, мы хотим, чтобы у нас был дворовой сбор, потому что намного удобнее и не будет этих свалок. Но они были уже эти свалки. На частном... Мы выезжаем, они уже знают. Они уже все забирают, знают, они знают, когда есть машина. Они выставляют, забирают, а после-то нет, и чисто. Ну вот вы собираете мусор по советскому району. По Илогинскому. Но вы видите в советском районе по этим улицам, что там несят, начиная от желток и качая какими-то поугодным. Понятно. Но нужно организовать, чтобы люди поставили для себя емкость. Проблема вывоза мусора из частного сектора в Улан-Удэ стоит довольно остро. Одно решение не нравится перевозчикам, другое – местным жителям. Посмотреть возможность для таких центральных улиц выкатные небольшие емкости. То есть гражданин, зная свое, допустим, день был за вторник, закатывает эту емкость красивую с флэгами, допустим, Эко-Альянса. И в этот день забирают, он закатывает обратно. Как вариант. Еще вопрос. Кто должен убирать мусор вокруг контейнерной площадки? И для Эко-Альянса, и для управляшек он как бельмо на глазу. Мы настоятельно требуем, чтобы компания определила зоны своей ответственности. То есть либо эту площадку убирает полностью управляшка, либо полностью сотрудники Эко-Альянса, которые приезжают. Потому что и те, и другие получают за это деньги. И в тарифе это заложено, и в тарифах управляющей организации это тоже заложено. И это неправильно. ГОСстроил-Жилнадзор обратился к депутатам с просьбой проинформировать жителей округов о необходимости создания Совета дома в многоквартирных домах. Каждому дому мы действительно поставить не можем. Все-таки надзорный орган создан для того, чтобы осуществлять надзор за деятельностью управляющих ресурсоснабжающих организаций. Не всегда это и нужно в принципе, да. И порой надзорный орган подменяет именно деятельность Совета дома. Во-первых, Совет дома обязан быть по закону. Во-вторых, это удобно для решения проблем с ресурсниками. Например, с той же ТГК при перерасчетах за тепло. Мы в принципе считаем, что это правильно. То есть, чтобы в каждом доме был активный какой-то Совет дома, который может рассматривать вопросы содержания жилья. Иногда бывает так, что вот допустим мы видим, что в рамках наказов мы должны что-то там поставить, например, детскую площадку или провести воду рядом, или установить забор. То есть, есть обращение от жителей, но при этом у дома нет сформированных органов управления и, соответственно, мы не можем этот наказ выполнить. Илья Балханов, Эрдам Гармаев, телекомпания АТВ. Новый госпиталь в Сосновом Бару теперь в центре внимания федеральных СМИ. На днях коммунист Баир Циренов проник на территорию больницы и снял там ролик. На кадрах сданный две недели назад объект. По мнению автора он все еще не готов. Пустые палаты и рабочие со стремянками. Интернет забурлил. Одни обвинили во лжи строителей, другие незваного ревизора. На следующий день военные ответили на обвинения пресс-туром для журналистов. Своими глазами увидеть госпиталь и разобраться, кто прав, а кто не очень, захотели многие. Мы тоже такое пропустить не могли и забросили к военным свой десант в лице Чингиса Ачирова и Эрдема Гармаева. Вот он этот госпиталь в Министерство обороны. Я вам теперь предлагаю пройти посмотреть, насколько он сдан или не сдан. Вот на втором этаже здесь монтируется дорога, не смонтируется потом, что я не должен. Сейчас монтируется вот технологичный, который мы говорили. Вот оно в таком, его уже доставили, мы еще пока не смонтировали. Вот такое вот видео вчера вызвало большой резонанс в интернете, его опубликовал депутат Хурала Байр Циренов. Уже сегодня всех журналистов печатных и телевизионных пригласили на экскурсию в госпиталь. Тот самый, сейчас мы находимся в Сосновом Бару и нам покажут, как внутри выглядит этот многофункциональный медицинский центр. Как Циренов пробрался в здание непонятно. Говорят, что депутат проник под видом строителя. Сделал он это якобы 30 мая, хотя объект сдали еще 15 числа. Об этом глава республики лично докладывал Путину. Ситуация в целом под контролем. Спасибо еще раз за поддержку и спасибо Министерству обороны за такие рекордные сроки строительства. Вот такие передаточные окна, то есть это предполагается, что здесь приносится пища, обед, ужин, завтрак. Здесь персонал официантка складывает, после чего это все скрывается и уже больной не контактирует с персоналом может отсюда их забрать. Персонал сюда в принципе крайне редко должен заходить. Для этого существуют вот такие вот окна смотровые с коридора. Все они оборудованы новой абсолютно мебелью. Это кровати функциональные, шкафчики, у каждого есть своя тумбочка и полностью оснащена постельным грием. Санузел, в каждой палате походу и отсюда еще один тамбур, то есть это выход на улицу. В этом смысл этого бокса, то есть предполагается, что больной поступает отсюда с улицы в палату, он получает лечение и когда он выздоравливает, он обратно отсюда же и уходит. Если больной ночью поступил и так далее, надо быстро сделать какие-то анализы первоочередные. Это здесь все уже установлено. Мы находимся в кабинете рентгенографии, здесь у нас смонтирован, установлен новый аппарат, рентгслюра, аппарат отечественный, но очень хороший, у него многие составляющие импортные, на этом аппарате можно выполнять все виды рентгеновских исследований и он еще имеет приставку для того, чтобы выполнять флорографию оснащение полностью, всего в достатке, никаких у нас, по крайней мере, как у персонала вопросов нет. Вы все понимаете, что за одни сутки создать это невозможно. Понимаете, невозможно. Мы работали 56 суток, круглосуточно, тысяча человек. Это создавало, понимаете? И от момента того, что показано, до момента, что есть сегодня, это не одни сутки, поверьте. Видео, оно абсолютно нечестное. Это люди, мы не знаем, этот корпус или не этот корпус, другого корпуса тут нет. Понимаете, в Российской Федерации их строится 16. На какой, как, где, что и так далее. Вот вы все своими глазами видите. Работы на сегодняшний момент строители монтажной завершены. Некоторое оборудование дорогостоящее, например, компьютерный томограф, оно установлено, но не введено в эксплуатацию, потому что аппаратура дорогая, японская, и закупили большой количество, и просто установщики до нас еще не добрались. Вот что не мешает нам продолжать лечить больных. И мы это делаем. Пациенты в настоящее время есть, но не в этом корпусе, потому что в этом корпусе в настоящее время идет процесс лицензирования. Как только мы получим лицензию, вот напротив есть корпус старой инфекции, там просто 20 коек, там тоже специальная инфекция, боксированные палаты, но это корпус типовой 85-го года постройки, там 20 коек, а новый корпус на 60. И на первом этаже все завершено. Единственное, что после того, как было завершено строительство, установлена аппаратура, поступила новая команда провести реконструкцию второго этажа и развернуть на втором этаже отделение реанимации, дополнительно на 20 коек. Поэтому там совершенно другая уже технология. Строителям приходится демонтировать панели, менять проводку, там другие аппараты должны стоять, монтировать необходимо газовые разводки. В общем, вся инженерия это меняется. Поэтому на сегодняшний момент, на втором этаже идет реконструкция и там будет дополнительное реанимационное отделение. Мы понимаем, что действующий основной госпиталь, наша клиническая инфекционная больница, она 1941 года постройки не отвечает современным требованиям, санитарно-гигиеническим в том числе. Ну, то есть, понятно, там есть все оборудование, которое реанимационное, но, допустим, те же санитарно-бытовые условия, они ни в какие рамки не лезут, там, допустим, те же туалеты, то есть больные ходят попросту в ведро. А сейчас, когда появилась такая возможность дооснастить этот госпиталь десятью дополнительными койками, конечно же, республика воспользовалась этой возможностью, и мы действительно направили такой запрос. Завершить работы по переоснащению пообещали уже до конца недели. Когда и какой из этапов строительства заснял Циренов, теперь остается только предполагать. Но в любом случае, сейчас госпиталь готов и подключен ко всем инженерным сетям. Осталось только дождаться лицензии, и учреждение начнет принимать больных. Чингис Ачиров, Радем Гармаев, телекомпания АТВ. На самом деле хочется, чтобы эти палаты всегда пустовали, а жители Бурятии болели как можно меньше. Кому-то в этом помогает уникальное народное искусство. Говорят, оно сберегает мужское здоровье, защищает от нечисти и отпугивает насекомых. Плетение гобелена из конского волоса станет еще доступнее. Мастера колледжа традиционных искусств народов Забайкалья выиграли грант. И теперь готовы обучать старинному ремеслу всех желающих. За сколько занятий можно сплести ковер, когда и куда приходить, расскажет Байерма Роднаева. Это вот и конский волос, да? Да, конский волос. А за сколько можно по времени научиться вот плести, допустим? Сколько занятий, так скажем? Вы планируете обучать? Да, будут краткосрочные, будут более-таки долгие курсы, да? Ну, в районе где-то, я думаю, месяца двух, наверное, месяц или два, в зависимости от чистоты занятий. В Иволгенском колледже традиционных искусств плетению гобелена обучают уже много лет. Отсюда студенты выходят полноценными ткачами и учат обрабатывать сырье, делать пряжу, сочетать цвета и создавать настоящие художественные полотна. Вот и Ира, студентка четвертого курса, поначалу была очарована чеканкой металла, теперь вовлечена в кврат качества. Сзади у тебя сам рисунок, да? Можно, да, вытащить его? Ой, а тут ты даже не скажешь, что ты что-то... Это что? Это природа? Или абстракция? Нет, это девушка, типа, в виде девушки. А, это... А, все, поняла. Да, вот боком. А он, получается, вот так полетется, да? Да, да, да. А потом вот так вырезается, вот так вот. А, хорошо. А что за девушка? Ну, девушка, бурятская девушка. Ну, нужно сысекой, надо сказать, принять. Сысек? Да. А почему не Ира? Ну, это же бурятская. Ира есть бурятские девушки. Ну, Ира как-то не звучит по-бурятски. Хоть студентов с каждым годом не становится меньше, однако мастеров в этой отрасли наперечет. В советские годы габелены из конского волоса оценивались дорого, их дарили высоким гостям, заказывались огромные полотна. Сегодня работы по-прежнему дарят, но ценителей уже не так много. И все же такого вида искусства нет ни у одного народа. И создавать из четырех цветов полноценные картины стоит немало. Мы планируем, конечно, приобрести оборудование, да, современные ткацкие станки и ковроткацкие, чтобы у каждого студента был свой персональный станок, да, ну, студента и кто будет обучаться, да, на курсах. Затем, конечно, приобрести, найти, сделать большой запас конского волоса, да, все материалы, которые необходимы для плетения. Ну, и, конечно, будем издавать методические рекомендации, да, методическое пособие по плетению победила. Мастера колледжа выиграли президентский грант в один миллион рублей. Это уже второй подобный проект. Теперешняя система выделения средств через гранты, наверное, это более правильное, чем те времена, когда всем поголовно выделялись одинаковое количество денег. И где-то их осваивали, где-то не осваивали. Сейчас же вот взято направление такое, что там, где есть какие-то проекты, там, где есть какие-то предложения, и есть команды, которые могут это претворить, туда и идут деньги. Занятия в мастерской стартуют этой осенью. Подать заявку можно по телефону, указанному на экране. Байерма Роднаева, Бладзандаков, телеканал АТВ. И на этом все. Не болейте, занимайтесь любимым делом и читайте наши новости во всех социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 22-22-50 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова